а он тоже хороший коммент обалдеть это хорошо человек подметил джимми прыжок веры для них стал проверкой на вшивость ну да согласен это же как раз то и был прыжок к веры а ты прочел про какой видит про ну там древние укры построили весь мир и что русские то негры а украинцы это русы фильтр а люди там плачет мы тебе верили комната начитался люди плачут мы тебе верили отписываемся людей не хватило мозгов да это чернейший стек был это чернейший стек был даже не шутка это я это что-то не пойму что-то какая-то другая конфигурация вообще не ваших аватарок не вижу вообще ничего не то спрашивает александр мельник отчет ожидал не я думал что два-три человека но это не въедут ну когда с десятками просто не въезжают вата вата просто слов вата ты представь сколько сколько путинский вертуха и вкладывают в пропаганду вообще в нереальную пропаганду просто представь это миллиарды миллиарды долларов да не ну конечно приятно что да я прочитал спасибо александр мельник слава зомби подписчики толку не будут они даже доната не кинут меня между прочим я вот это проснулся так думал удалять этот ролик не удалять а потом у меня кстати такая же мысль посетила как это что-то кажется что эти люди они настолько слава это ты да да привет ладно ничего страшного да 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 прервемся думаю со временем те кто я там некоторым написал комментарий просто подумай хорошо да зря зря то только энергии трачь не поймут все равно бесполезно но с одной стороны а с другой страны и так все равно тоже нужно делать а он уже хороший коммент обалдеть это хорошо человек подметил джимми прыжок веры для них стал проверкой на вшивость ну да согласен это же как раз то и был прыжок к веры а ты прочу про какой видит про ну там держишь утром древние укры построили весь мир и что русские это негры а украинцы это русы фильтр славик если ты хочешь чтобы они понимали нужно говорить только прямым текстом как детям другого варианта нету да оказывается то кто там то не рассказывал что чехии буквально понимает оказывается только в чехии буквально понимает оказывается во всех концлагерях есть это колоссальное количество людей которые слышат что предложили второй канал отдельно для дегенератор запили запили второй канал для генератор чтобы на пальцем на пальцах им расклады давать сегодня слова разговаривал тоже мы пришли тоже к решению такому что слово лень не имеет отрицательного значения даже самая река например лена ну как это не имеет на древний украинский язык ну ладно если серьезно на славянском языке это означает пламя или огонь да ладно ну смотри вот есть тлен ну когда знаешь ли это угольки это во вселенной вот смотри вот вселенная лен все огонь лен это огонь означает огонь и и костер имеется в виду физически он больше лена так как бы из разряда ра а почему реку тогда так назвали светлая река ра это свет а светлая 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 утописты да я даже в раздумьях снимать ролик это для первого класса уважаемые слушатели и зрители вы поняли что это был черный степ просто издевательство надо над наглыми не знаю историками которые постоянно каждому народу пытается приписать величие блин все сто раз слышали что я себе не отношу никакой и национальности блин нафиг что я сюда отношу себя к грузом народу то я высмеивал в этом ролике устоявшиеся стереотип слава путин не году и значит нормально все движемся дальше не зато мне понравилось оживились это другая категория людей они на украинском языке столько теплых комментариев остали там радость была в том что да русские то на игры мы ё-моё есть люди которым понравилось вот услышьте меня те кто кричит что вы там русские поляки вот смотрите вам навязали ты поляк ты белорус поляки твои враги белорусы твои поляки враги а если бы называли себя не полякам а если бы называли человеком и человек который живет концлагере беру белорусском говорил я не белоруссия человек и человек который живет польском лагере называл бы себя человеком и вам бы сказали бы пойди нападить на человека и у вас мозг бы заклинил бы как это я буду нападать на человека а когда вам навязали собачьи клички чтобы белорусы там казахи кто угодно и вам говорят на вас напала польша на белорусов. А белорусам говорят обратно. Поляки враги белорусов. Очень легко стравливать людей, когда дали им собачьи клички, и когда они в это поверили. Очень легко. Когда вы услышите и поймете это. Вот и думаю, удалять или пускай живет. Да пусть успокойся. Че ты завелся? Не знаю. Не, может это что я проснулся еще, пока не отдуплился. К чему? Блин, ну, сердце подсказывает, пускай живет. Пусть, конечно. Пусть эти путиноиды. Ты же Путинов. Это же сото с Путинами говном исходит. Ну, в принципе, да. Блин, че мне с одной стороны, когда в этом случался посыл, чтобы в ролике высменить все вот эти глупые навязанные законы нам. Я, кстати, вот на запись хотел в двух словах мысли развить, задать вопрос тем, кто вот огорчился после моего ролика «Глобус Украины». Вот, допустим, возьмем какой-нибудь средний статистический город, концлагеря «Россия-Курск». Вот живут в подъезде два одинаковых человека. Ну, как одинаковых, по ментальности очень близки. Один и второй уважает мое творчество. И вот после этого ролика происходит когнитивный диссонанс. Один посмотрел ролик и написал светлый комментарий. «Слава, ну спасибо, блин». Вот это я посмеялся от души. Приятно твой такой черный стеб было послушать. А другой, блин, буквально понимает и говорит «Все, отписываюсь». То есть на одной территории высмеивал-то я, грубо говоря, вся и все, только один почему-то понял, что это мой черный черный стеб, а другой почему-то буквально понял. Александр Мельник предполагает слова. Ты, кстати, слышал, что жиды воспринимают все прямо. Может быть, только они и возникают плюс вата. Нет, вот, кстати, я знаю, что мерды, они как раз-то это... Толерантные. Да, у них гибкий мозг. Они, вот, самое парадоксальное, что светлые, добрые люди, они меня поленили буквально. А те, кто, против кого я вот это все ору, против мердов, они, наверное, еще и похихикались меня, они, наверное, подумали, блин, неужели ты не знаешь простые каноны, блин, что светлые, добрые люди, они не в состоянии понимать подноготнюю именно под, так сказать, подкладки. Да, они, вот, кстати, мерды, они поняли, что это я издевался. Ну, ничего, прорвемся. Мне, честно говоря, знаете, что для меня первостепенно важная задача? Это упор на создание компьютерной игры. Слава, это у нас девушка Валентина соединенных штатов. Вот, Алексей нас познакомил с ней. А, Валюша, добрый вечер. А у вас, наверное, вечер как раз. Да, как раз, да, как раз я оговорка по Фрейду в точку попал. Привет, ты прав, абсолютно правильно. Добрый вечер, кушать, что там, Слав, как ты говоришь? Добрый вечер, кормить нечем. Я вообще не поддерживаю концепцию Коклерово, если кто не знает. Я поддерживаю концепцию Матрицы. Но я не исключаю его концепцию, потому что она не противоречит моей концепции вообще никак. Потому что Матрица может... А расскажи, скажи. Концепция Матрицы это то, во что верю я. То есть, мы живем в виртуальной реальности. Я вот на стороне есть такой, знаешь, Элон Маск. Вот он изобрел Тесла Мобиль. Вот. И он поддерживает концепцию Матрицы. Вот я полностью согласен с этой концепцией, что мы живем, вырабатывая кому-то определенный, ну, как называют его, гаваха, или там, типа, энергию, которую мы отдаем, например, нашими эмоциями, болезнями, страданиями. Мы отдаем нашу энергию нашим поработителям. А мы живем не в реальной жизни, а в Матрице. А на самом деле мы, может, живем вообще не там, где нам кажется. То есть, мы живем, ну, скажем, лежим, как в фильме Матрица, лежим в каких-нибудь там коробках, блядь, подключены проводами какой-нибудь хуете, и думаем, что мы живем в каком-то прекрасном мире. А на самом деле это мир несуществующей иллюзии. Вот почему мы не можем, допустим, через этот кукол перелететь, потому что прописаны скрипты. То есть, скрипт прописан, что мы не можем никуда вылететь. Или скрипт прописан, что все падает вниз на землю. Или скрипт прописан, что мы, например, едим, жереем, не едим, худеем. То есть, скрипты, понимаешь, как вот в виртуальной реальности, пишутся скрипты, и как вот компьютерная игра, ты там можешь, персонаж, тебе может там развиваться, прокачивать, скиллы какие-то там, чему-то обучаться и так далее. Вот то же самое здесь. То есть, для меня эта концепция самая-самая крутая, самая понятная. Но она никак не противоречит Котлеровской концепции, потому что это все может, оно может существовать одновременно. Никакой раз. Но смысл того, что Жека пока не принимает мою модель, но он отрицает существующую. Да. Не, я принимаю твою модель, просто я, как бы, она в формате матрицы, не противоречит матрице никак. То есть, потому что в матрице ты можешь любую форму создать. Ты можешь создать мегапланету, там, в форме квадрата, в форме сердца, это не важно, это никакой вообще разницы не имеет. Потому что в матрице возможно все. То есть, там нарушаются законы, правила закона нарушаются. Ты можешь любой скрипт прописать, скажем, там, доходишь до той, от точки А до точки Б и земля выпрямляется, а потом от точки Б до точки С она закругляется. То есть, любой скрипт прописать можно. Это как математическое уравнение. То есть, все подчинено определенным законам и правилам. Вот есть в Японии такая дорога, например, куда, например, предметы или машины катятся не с горки вниз, а на горку. Есть вода, ручей, который течет не сверху вниз, а снизу вверх. Он как бы карабкается наверх, нарушая все законы этой гравитации, не знаю, течения и так далее. Почему? Потому что это называется баги, когда надо пофиксить матрицу, чтобы она перестала лагать, а эти косяки остаются и по всему миру такие косяки есть. Таких примеров миллион, когда система лагает. Например, вот эти здания, которые построены, откуда они взялись? Новая перезагрузка матрицы. Была до этого другая цивилизация, в кавычках. Потом систему перезапустили и прописали новых персонажей на старой матрице. А вот эти артефакты остались от предыдущей версии программы. программу установил на компьютер, потом удалил, а остался мусор после программы, которую ты удалил. Вот то же самое. Остались какие-то файлы, папки, какие-то неудаленные вот эти мусор, треш, ну мусор остался, короче. А потом поставили новую программу, а он наслоился на старую. То есть такие косяки, которые один на другой наслаиваются. Потом эта цивилизация тоже может быть уничтожной и создаться новой. Но суть не меняется всегда. Люди продолжают убивать друг друга, страдать, умирать от рака, спида, выделяя все больше и больше энергии. Чем больше они страдают, тем больше энергии они отдают. Вот почему вокруг страдания, боль, смерть, война, болезни постоянно в геометрической прогрессии растут и так далее. Для меня концепция матрицы самая самая крутая, самая продвинутая и не зря ее поддерживают самые прогрессивные люди человечества. Я уже привел пример. Если бы был покойный Стив Джобс живой, я думаю он бы тоже поддерживал эту концепцию. Она самая понятная для человека. Она показывает все изъяны этой системы, потому что ты тогда можешь полностью все осознать. Потому что сотовую землю надо притягивать за уши. Тут что-то не сходится, там что-то не сходится. А тут возможно все полностью. Любое явление, которое ты можешь встретить, возможно в рамках матричной системы. Поэтому я выбираю ее для себя. Такая сотовая земля не отрицает наличие матрицы? Нет, они абсолютно друг другу никак не противоречат вообще. Это часть большой матрицы. Просто смотря в этой матрице, что именно по умолчанию разработчики прописали. Это любимая тема муравьев. Сидят на футбольном мяче муравьи и спорят о форме. Один говорит, в футбольном мяче они сидят, а я даже не знаю, на шопе у слона, например. Ну да, и спорят о его форме. Но дело в том, что как бы они не предполагали, слон будет выглядеть именно так, как его, скажем так, прописали. Не так или не начин, а именно так, как его создали. Вот есть такое понятие среди людей. Вырастить детей, семью, высадить дерево, это все ложь. Любая цель твоя в матрице, она лжива изначально. Это установочные коды. Да, это программные алгоритмы программы. То есть тебе навязаны куда-то идти. Навязаны определенные шаблоны. Я хочу родить ребенка. Да нахуй спрашиваешь нахуй ребенок. Ну просто вот я хочу, мне так надо. Обеспеченный муж, обязательно он должен обеспеченным, у него работа, бизнес, карьера. Шаблоны растить. Люди как раз становятся рабами. Точнее не так. Они изначально созданы системы, что они изначально рабы. Они уже по умолчанию рабы. И выхода у них никакого нет вообще. и когда говорят, что люди бессмертны, имеется ввиду, что это бессмертные рабы. То есть закончится одна сказка, покажут другую сказку. Они умирают, как бы условно говоря, идет релот, перезагрузка матрицы, и у них новая какая-то картинка, новая хуйта там в голове. То есть как бы сам биоскафандр, в котором они лежат, он может существовать вообще бесконечное количество времени, а картинки можно вот так вот менять каждую секунду новую создавать. Вот как мы видим сны, у нас может быть каждый ночь разный сон. Один сон нам снится, мы там например куда-нибудь на Марс улетели, второй сон нам снится, телка, третий сон нам снится, какой-нибудь другой город или еще что-нибудь. То есть любая картинка может любой сюжет создаваться каждый раз, каждую загрузку, это до бесконечности может продолжаться. А мы верим, что нам позвонит какая-нибудь там мамка наша, будет по ушам ездить, заряжать это говно, которое ей впаривали там всю жизнь, что тут нам надо, потом она будет впаривать это же говно, потом мы это говно детям впариваем, то есть так построена система, она промывает мозги, то есть как это самодостаточность, когда один биоробот перепрошивает мозг другому биороботу, вот почему дети рождаются, у них как бы мозг освобожден от этих программ, а потом они начинают постепенно навязывать эти программы, сынок, вот делай вот так, делай так, потому что это заложено в алгоритмы этой системы, потому что мы, как уже повторюсь, мы изначально рабы, сами наши тела были созданы для того, чтобы что-то давать, какой-то профит, вот самый идеальный вариант, я люблю его приводить, вот представь такую ситуацию, есть ферма, есть допустим какой-то там не знаю скотный двор, на этом скотном дворе живут куры, утки, свиньи, козы, не знаю, коровы, по сути, животные ровнее бывают и так далее, то есть, есть у этой фермы хозяин, который держит этот скот для того, чтобы убивать скотину на мясо, получать яйца, молоко, шерсть, там, доить, и так далее, и так далее, кидать еду, чтобы свинья нажирала бока, для того, чтобы его потом подать к праздничному столу, то есть, получать с этого профита, вот так и нас выкармливают, отпаивают, делают прививочки, чтобы мы не болели, создают эту систему, для чего, чтобы выращивать нас, как скот, выращивать для определенных целей. Кто это делает? Кто этот, так называемый, в кавычках, фермер? Это, вот ты задала глобальнейший вопрос. Пасечник, я его называю... Это бог, грубо говоря, это бог, правильно? Нет, это не бог, это ты задала... Бог, это шаблон. Ты задала просто нереальной сложности вопрос. Никто не знает, кто это, никто. Если ты узнаешь, кто это, ты выйдешь из матрицы автоматически сразу. Да, это, наверное, высшая ступень просветления. Я считаю, это высшие силы, боги, высшие силы. Никаких богов не существует, это ложь. Любая религия Иисуса, это ложь. Ничего этого не существует. Это ложь, которая была создана для того, чтобы, смотри, каждому рабу нужна пилюля, таблетка, для того, чтобы он верил, что он не раб. Понимаешь, это очень важно, чтобы... Я поняла, да, я это знаю. То есть, чтобы была стабильность системы, создается ложь, потому что система будет нестабильна без этих антибиотиков. И для этого создается разный там ложь. Христианство, буддизм, ислам, то есть люди как бы вкалывают себя это обезболивающее, понимаешь, наркотик. Есть же такое выражение религия опиум для народа. Это сказал Карл Маркс. Да, это все. Ты скажи, кто создатель, кто... Никто не знает, я же говорю, никто не знает. Пока это же самое интересное. Так если ты узнаешь, ты перестанешь здесь с нами находиться сразу, автоматически. Ну, может, никто не знает, но во всяком случае я давал в своих роликах ответ на этот вопрос. Смотри, Валя, чтобы тебе понятно было, вот как тебе узнать создателя вот этой вот всей вселенной или как узнать хозяина фермы, например. Вот представь, муравья посадили... Смотри, смотри, муравья посадили на компьютер, на системный блок посадить муравья. Как ты думаешь, он поймет, что такое компьютер или нет? Нет, он не поймет. Вот, вот теперь тебе задаю вопрос. Ты сможешь со своим уровнем развития познать, кто такой создатель? Я считаю, ты душой, одним из духовных тел связан. Нет никакой души, это ложь. Это такая же программа. Это программа, понимаешь, в тебе сидит скрипт, который в тебе срабатывает, что там душа, бог, чакра, хуякра и так далее. Это создатель, он ее прописал. Это прописано изначально, понимаешь, код программы в тебе сидит. Евгений, меня слышно? Да, слышно. А ты слышал о таком феномене, как синдром или как, размножение личностей, когда 10 человек могут в одном жить одновременно? Да, есть, конечно, как можно это объяснить? Только что это программные коды зашиваются, почему-то они я по-другому это объяснял. Ну ладно, не буду перебивать. А это могут быть и вирусы, это все может быть вообще, это любой может быть сбой программный, все что угодно вообще. И они каждый самостоятелен, у них своя индивидуальная основа какая-то, они там могут рассказывать свою жизнь. Это реальные личности, но живущие в одном теле. Фух, да не в одном теле, я же уже 200 раз рассказывал, Олег, неужели ты не слышал мои ролики? Я же уже объяснил природу этого всего. Про мобильные телефоны и сущность, аватар и основную сущность. Ты объясняешь природу лишь нашим несовершенным умом. Ну а как? Я это все слышу, я об этом давно думал. Спасибо. Мы же можем и понимать, что есть вещи, которые вообще за пределами, о чем сейчас Евгений говорил, что муравей не может на компьютере гулять и понять, что это компьютер. Так что, Валентина, у меня для тебя грустная новость. Ты никогда не узнаешь создателей в Матрице. Почему люди боятся задавать такие вопросы? Лучше жить спокойно, думать, что проживешь до 70-80, а потом вдруг и умер, и все. Чем думать так? Ну смотри, есть же, хорошо, есть же настоящие экстрасенсы, которые расследуют убийство. Это все ложь. Это ложь. Это такие же программы, пойми уже, наконец. Так это же на самом деле. Все, что ты видишь, это ложь. Понимаешь, прописанные, заранее прописанные скрипты. Вот слышал такое понятие судьба. А что такое судьба? Это заранее прописанный сценарий. Его вариативность прописана. Каждый шаг. Вот, например, ты игру запускаешь на компе, ты можешь ее пройти так, так, так и так. Тысячу комбинаций. Вот у тебя такая же вариативность. Представь, создатель этой матрицы настолько велик, что он прописал для каждого уникальную вариативность. Каждую комбинацию, там миллионы комбинаций. Представь. У некоторых народов это называется Табула Раса. То есть чистый лист бумаги, на который наносится твоя судьба и ты ее отыгруешь эту роль. То есть, как бы сосакли зашедшим. Ежи настоящий. Я лично знаю настоящих экстрасенсов, которые вот предсказали. Ну, 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 что предсказал, извини, что перебил? Предсказал, что предсказали, потому что у меня у сына родится, то есть не у сына, у брата родится ребенок. И так и родилось в течение дочери. Будет программный код создателя, вот и все. Ну, то есть есть же настоящий, на самом деле, есть настоящий. Нету никаких экстрасенсов, господи, это программа, пойми, уже называемые свои гимнами. Это система, которая обманывает тебя, это иллюзия, людей вокруг тебя нету. Эта матрица обманывает твой разум, понимаешь? у тебя, ты видишь вокруг себя города, людей, машины, там, этого всего не существует. Это лишь проекция твоего собственного разума. Понимаешь, просто, условно говоря, это фантазия, иллюзия твоего сознания. На самом деле этого ничего не существует. Ты можешь создавать любые миры, ты можешь жить в мире розовых слонов. тебе создатель предоставил такую возможность. Ты можешь закинуться героином или там ЛСД и увидеть розовых слонов. Ну смотри, но предсказала и сбылось, и несколько вещей так вот есть. Они сбываются на самом деле. Я к тому, что это настоящие. Она предсказала и так и случилось, как она предсказала. И что? И что это доказывает? Валюша, а ты знаешь, что есть другая модель? Валя, а ты знаешь, что есть страшная другая модель? Она могла не предсказать, а запрограммировать твое будущее. Может, но несколько раз и разные тетки, моя мама там ходила к разным, они одинаковые, то же самое сказали. Хорошо, хорошо. Ты можешь понять, что это все не существует? Ты вообще способна это понять или нет? Все эти люди, вот эти бабки, гадалки, этого не существует. Понимаешь, твоей матери не существует, у отца не существует. Это ложь. И меня тоже не существует. И тебя тоже не существует. Ты существуешь только в своем воображении, в своей иллюзии. Вот представь, что на секунду, представь, есть такие люди, называют их трансгендеры. Они рождаются, но их личное ощущение противоречит их биоскафандру, в котором они находятся. То есть, у них программа прописана так, что у них сиськи там, между ног, пельмень, и они вроде выглядят как женщина. Но в сознании вы, они, понимаешь, создают себе сознание, что они мужчины, что у них голод между ног болтается, что они мужественные, и такие, и прочие. Понимаешь, перекос, перекос программы идет. То есть, когда тебе дают одни исходные данные, но твое сознание мультивирует как бы совершенно другое. Оно прогрессирует совершенно другие действия. И переходит, такой наступает перекос, конфликт программ накладывается. Ты можешь представить, что у тебя нет ни мамок, ни папок, ни бабок, блядь, тех гадалок, ни братьев, ни сестер, ни котов. Это все матрица, иллюзия. Не существует этого ничего вообще. Ты живешь просто в воображаемом мире, который натянут тебе на глаза, чтобы скрыть от тебя правду. Правду, что ты раб, что ты с рождения в тюрьме. То, что рабы, я знаю. Я просто говорю, что есть настоящие, которые как предсказывают вас. Нет такого слова настоящий, экстрасенс. Пойми уже, ты можешь это понять или нет? Нет такого слова настоящий, не настоящий экстрасенс. Но какой может быть настоящий экстрасенс, если тебя нет? Тебя не существует. Ну, я к тому, что настоящие способности, как вот предсказывают, так и включают. нету никаких способностей. Это ты, твоё, проекция твоего собственного я. Ты просто хочешь увидеть чудо, и ты видишь это чудо. Тебе никто его не показывает. Это проекция твоего ума. Просто представь на секунду, что это всё, что ты видишь. Твоё воображение так работает. тебе дают определённую картинку пищи, да, и твоё воображение рисует вариативность, определённая комбинация создаёт. но ты, короче, не поймёшь, ты ещё пока находишься далеко от пробуждения. Евгений, так никто не может понять сразу. Вот, в сериале, одна серия, короче, новая семья приезжает в дом по-американски, ну, в дом новый переехали, и женщина, ну, мать этого семейства перестаёт, у неё на следующий день сын поменялся, на следующий день дочь уже другой человек. Она говорит, это же не моя дочь. Она говорит, ты что, ты с ума сошла, это нормальная твоя дочь. Потом муж поменялся, и на четвёртый день она сама себя в зеркало не узнает, и там у неё истерика, что-то, и раз, потом пока с девочкой сидит на компьютере, на кнопке нажимает, мама такая, доченька, иди кушай. Она такая, сейчас, мама, я апгрейд персонажей закончу и пойду. Ну, всё, я всех поменяла, всё нормально. Ну, да, я, кстати, сидела за компьютером, всех поменяла. Я, когда финал не услышал, я почему-то хотел предположить такой финал, который потом всё-таки услышал. То есть, замена это. Биздец, со стороны настолько интересно наблюдать, когда у человека рвёт шаблоны, ты вообще, это просто, ты видишь, ты видишь, да, насколько это тяжёлая ноша, что человек абсолютно не способен принять информацию настолько сложна, что невозможно поверить, что, гля, неужели такое вообще бывает? Ребята, леров тоже биоробот, он думает, что он создатель, он тоже биоробот. Да, когда его создавал, я вас убедил в том, что вы думали, что биоробот. Да, вот один вопрос, можно я скажу? Меня вот один вопрос интересует, слайк тоже поднимал, нас заставили в симулятор в этот влезть, или мы сами в него запрограммировались, хотели острых ощущений, и кто-то нас в нём закрыл, или мы всё сами сделали? Это невозможно понять. Вот именно. Я могу объяснить, компьютерные персонажи сами влезли в симулятор, или их заставили? Их просто создали, вот и всё, у них не спрашивали. Круто, Слав, крутой ответ, я согласен, крутой ответ. Слава Богу!